Привет, я Мечта, ваш персональный тренер и коуч. Сегодня я хочу поговорить о 10 самых интересных психологических эффектах. И что же такое психологический эффект? Это социально-психологические эффекты являются стабильными и легко обнаруживаемыми закономерностями, отражающими межличностные характеристики отношения людей в социуме и раскрывающие особенности тех процессов, которые отражают параметры их общения и взаимодействия. А вот проще говоря, психологические эффекты это часто повторяющиеся явления, возникающие во время общения людей и взаимодействия человека с обществом. И основываясь на этих психологических эффектах, многие специалисты строят свои теории и умозаключения, а обычные люди, даже не имея специальных знаний, могут делать свои выводы и выявлять интересные особенности в жизни человека, групп людей или общества в целом. И сегодня я расскажу про наиболее интересный и такой достаточно известный эффект. Это эффект плацебо, и называют, это плацебо называют какое-либо вещество, не обладающее лечебными свойствами, но используемое в качестве такого. И вот целебный эффект от этого действия вещества связан именно с верой пациентов в то, что он принимает не пустышку, а настоящее лекарство. Второй эффект это эффект веблина. И эффект веблина это необоснованный с экономической точки зрения повышенный спрос на товары высокой ценовой категории, причем чем выше поднимается цена, тем выше на товары спрос. И данный эффект характерен в основном для товаров, которые недоступны большинству людей из-за своей высокой цены. Эффект зигарник это психологический феномен, который заключается в том, что люди склонны запоминать внезапно прерванные занятия и задания, чем те, которые успели завершить. И данные об этом эффекте были получены опытным путем, конечно же, проводилось несколько экспериментов, и участниками которых были школьники и студенты. И вот во время этих экспериментов, испытуемые заканчивали одни задания и прерывали выполнение других. И по окончанию экспериментов подводились итоги, где результатом всегда был больше процент запомненных незавершенных заданий, чем завершенных. Холодное чтение. И холодным чтением называют определенную совокупность приемов, использующихся экстрасенсами, медиумами, гадалками и иллюзионистами. Холодное чтение используется для того, чтобы создать впечатление, что применяющий его знаком с другим человеком и знает о нем много информации, несмотря на столь короткое знакомство. Эффект пигмалиона или эффект розентали, это уникальный психологический феномен, который заключается в том, что человек, убежденный в достоверности какой-либо информации, был сознательно, ведет себя таким образом, что эта информация подтверждается. Эффект барнума, эффект форера. Это еще один уникальный феномен, смысл которого заключается в том, что люди верят в описание их личности, созданные, по их мнению, конкретно для них, но на самом деле имеющие обобщенный общий характер и могут быть применены в отношении других людей. И вот эффект Баума, наряду с холодным чтением, распространенным нами выше, нередко применяется различными мошенниками, позиционирующими себя в качестве астрологов, хиромантов, медиумов и так далее. И, конечно, все это делается с целью обмана. Эффект аудитории называется влияние, оказываемое на деятельность человека присутствием других людей. Это влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Благодаря многочисленным исследованиям было замечено, что если человек выполняет легкую и знакомую ему работу, то присутствие других людей улучшает его результаты, потому что стимулирует возникновение правильных реакций. Эффект последовательности. Воздействие этого эффекта последовательности проявляется в том, что люди могут различным образом реагировать на одни и те же условия, если менять последовательность выполненной задачи. То есть, если, например, в ходе какого-либо эксперимента исследователь меняет порядок его составляющих, то и адаптация испытуемого к этому эксперименту будет проходить хуже или лучше. По этой причине в психологии учеными принято проводить многие исследования по наиболее эффективной схеме, по одной наиболее эффективной схеме. Эффект Хортона – это феномен, который проявляется в том, что осознание человека своего участия в каком-либо эксперименте приводит к искаженному, в основном, лучшему результату, потому что человек, принимающий участие в эксперименте и знающий об этом, начинает действовать более эффективно и сосредоточеннее, усерднее, нежели в обычных условиях. И последний эффект – это эффект Фокса. И эффект Доктора Фокса заключается в том, что выразительность и импрессивность человека, предоставляющего информацию, могут быть для воспринимающего гораздо важнее, чем сама информация, которую он преподносит. Поэтому талант рассказчика может завуалировать с собой плохое качество, вымышленность, бесполезность и бессознательность, бессодержательность информации. Но в то же время человек, который эту информацию получил, будет уверен в том, что действительно узнал много нового и интересного. Я мечтаю, ваш персональный тренер и коуч, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет еще много интересных видео, целую, пока.